Привет, Александр! Сегодня у нас в гостях Александр Гансен, основатель компании Shippetwise. Александр, расскажи в двух словах, что за компания, какую проблему решает, ну и, скажем, на каком уровне она сейчас уже находится. Ну, мы все еще стартап. Все еще? Все еще. И, ну, связано это прежде всего с тем, что, ну, ты же наверняка знаешь, что 99% экспериментов, они проваливаются. Конечно. И у тебя всегда есть возможность сдаться или поменять направление, идти дальше. Но мы прекрасно понимаем, что проблема, которую мы когда-то взялись решать, она в мире не решена. И сегодня мы, опять-таки, прекрасно понимаем, что она не будет решена в ближайшие годы. Проблема родилась у нас в семье. У меня супруга архитектор интерьеров. И путешествия по миру, наверняка, как и ты, постоянно сталкиваемся с такой проблемой, что нужно что-то масштабное домой организовать. И, как правило, это не удается, потому что у коммерсантов нет доступа к простой и дешевой логистике. Почему это так? Потому что те транспортные предприятия, которые мы все знаем, ну, там, DHL, FedEx, Supers и так далее, у них есть техническое оснащение и программа обеспечения, которое позволяет давать цену сразу. Но они решают проблемы небольших доставок. Когда нужно что-то масштабное отправить, там, метр на метр, да? То есть кубический метр уже, да? Да, да. То тогда тебе вот так вот в лед цену никто не даст. И тем более по всему миру. И мы стали решать это технологически. И, в принципе, решение, оно сегодня уже существует, оно функционирует, оно в пилоте. Тестируем его здесь на прибалтийских и скандинавских рынках. Но, опять-таки, мы в какой-то момент поняли, что публика еще не готова признать, что это решение есть. И поэтому мы ушли больше на платформу. Так как для перевозки таких крупногабаритов нужны фуры, до сих пор никто не может дать автоматическую цену. И вот там наш продукт вступает в игру. То есть это автоматизация ценоопределения и автоматизация заказов. Мы убираем вот этот человеческий фактор между платформами и транспортными компаниями. Вот у меня такой вопрос. Ваш сервис, он делает логистику дешевле? Он дает возможность вообще организовать логистику. То есть мы говорим не про то, что эта услуга дешевле. Это про удобство. Это про удобство, да. Это скорее про возможность. Как происходит взаимодействие логистических компаний внутри вот этой системы? Они дают какие-то выходы на свои базы данных или какие-то API? Как правило API у них нету, поэтому мы даем им выход, куда они могут вводить свои ценовые и географические параметры. Если, например, компания А обслуживает, предположим, прибалтийский регион или скандинавский регион, то они забивают туда, грубо говоря, индексы географические и свою ценовую сетку. И значит, если приходит ценовой запрос автоматический, где они актуальны, то этот запрос поступает уже в их систему или на электронную почту, или если у них есть какой-то back-office, то падает туда. Сегодня мы еще не отбиваем свои расходы. Прибыли сейчас нету, о которой можно говорить и о которой можно зарплаты выплачивать, поэтому все идет на энтузиазме. Когда мы запускали свой проект, мы были, кстати, первым синдикатом на Funderbim, если ты вдруг помнишь. Да, 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 конечно. И затем мы повторили этот подвиг еще два раза. То есть мы были на Funderbim три раза, ну и плюс несколько ангелов, которые нас поддержали на тот момент. Очень такой щепетильный вопрос – это привлечение инвестиций к проекту, потому что на своем опыте знаю, это трудность. И общение с инвеститорами – это прям бой. Надо доказать, что твой проект стоит вкладывать деньги. Как это происходило у Shepetwise? Знаешь, опять-таки, я думаю, что любой бизнес – это, конечно, много работы, но и немножко удачи. То есть мы не можем, мне так кажется, дать такую конкретную модель успешного развития событий, не учитывая вот этой удачи какой-то. Нам просто повезло, когда мы искали первых инвесторов, Funderbim сам обратился к нам. То есть они искали пилот, и мы были к этому готовы. Причем я помню тогда, некоторые эстонские ангелы предупреждали нас. Ребята, если вы не поднимете, сколько вам надо, если этот раунд у вас пропадет, то учтите, вы уже в Эстонии больше не поднимете. И в нашей сегодняшней ситуации я прекрасно осознаю, что если придет следующая инвестиция, она наверняка придет от инсайдера. То есть от кого-то или с транспортного сектора, или с сектора платформ. То есть это некий крупный игрок на транспортном рынке, который захочет инвестировать или даже выкупить этот проект. Возможно, да. Ты рассматриваешь такой сценарий, что проект будет продан? Конечно, конечно. То есть у меня нет такого какого-то дикого тача. Я знаю нескольких предпринимателей, которые говорят, нет, нет, я ни за что. Мое детище, я не хочу его отдавать. Да, потому что мы же бросились решать конкретную проблему. То есть ничего как бы такого диколичного. И мы ее технологически сейчас решили. Просто сейчас надо ее вывести на рынок. И если кто-то сумеет сделать лучше меня, ура, я буду только рад, я буду этим пользоваться. Напишите в комментариях, какие способы привлечения инвестиций используете вы. И давайте зададим Александру вопрос. Три места, три компании, в которые есть смысл заходить за поиском инвестиций. В Эстонии это однозначно фондервим. Это первое, фондервим. Да. Потом, если у тебя идея на абсолютно начальной стадии, то я бы пошел все-таки в AIS. Знаешь, я сам несколько лет подряд участвую в их программе, это вот это пас колитус, начальное обучение предпринимателя. И туда действительно обращаются люди, не предприниматели, но специалисты. И если ты действительно не знаешь, как развивать свой бизнес, как привлекать, я не знаю, айтишников, технологов, то это самое правильное место, куда пойти. То есть ты получишь чуть-чуть денег и много информации, много подсказок. А если сегодня идея, например, прошла какой-то конкурс, ну, например, Аюяхт, да? Да. То, наверное, неплохо было бы обратиться уже к Эстбану. Эстбан, по-моему, поддерживает только айтишные какие-то решения, какие-то программные. Ну, они, скажем, не возьмут поддерживать магазин или кафе или ресторан. Не всегда. У меня есть конкретно несколько примеров, когда инвесторы из Эстбана и из Финбана инвестировали в продукты питания. Сидар, пиво, какие-то экологические новые продукты, линейки. То есть там сойти ничего общего, но они вкладывают туда серьезные деньги. Сегодня у нас в гостях Сергей Синягин, с которым мы поговорим на тему, которая просто не может оставить равнодушным ни одного парня. Это оружие. Привет, Сергей. Привет. Сегодня я узнал про организацию IPSC. Да, правильно. Да, я, кстати, очень долго ее пытался выучить. Ты можешь рассказать, что это за организация? Это международная организация. Она была основана в 76-м году. И изначально она базировалась в Торонто, в Канаде. Сейчас в эту организацию входит более 90 регионов, это более 90 стран. И у каждой страны есть свое подразделение локального управления. И все мы, в общем-то, занимаемся одним и тем же видом спорта, который называется IPSC. Вот, допустим, я захотел получить разрешение на оружие. Что мне необходимо сделать в первую очередь? В первую очередь нужно посетить семейного врача. Семейный врач, что он должен выявить, что мне не позволит получить оружие? Он должен, скорее, не выявить исключающих обстоятельств, которые препятствовали бы выдачу тебе разрешения на оружие. Процедура крайне простая. Справку делает семейный врач вместе с психологом-психиатром. Психолога-психиатра, конечно, нужно посещать отдельно. Но в рамках одного вот этого вот действия, так сказать, по получению справки, необходимой для подачи ходатайства, выдачи тебе разрешения на приобретение оружия в полицию. А вот сегодня мне такая информация пришла, что в принципе можно иметь оружие, не имея разрешения. Скажем так, законом допускается такая модель, некое лицо, не обладающее разрешением на оружие, не сдававшее экзаменов в полиции, желает приобрести себе оружие чисто для спортивных целей. В таком случае, такому лицу можно предложить вариант приобретения данного оружия и регистрации его на предприятие, которое имеет лицензию на соответствующий вид деятельности. И далее по, собственно говоря, обоюдной договоренности данного предприятия и данного человека, да, этим пистолетом может пользоваться конкретно данный человек только в рамках соревнований, естественно, под контролем инструкторов, что позволяет, собственно говоря, также закон делать. Хорошо, вот такой вопрос. Сколько стоит один выстрел? Наверное, если мы возьмем самые недорогие патроны, да, 9 на 19, 9 миллиметров, да, это патрон? Да, тот самый 9 миллиметров люгер, которых производится в мире, наверное, больше всего, она будет где-то там в районе, там, 18 центов за выстрел. Я, кстати, уже попробовал сегодня сделать один патрон, это было не совсем удачно. Что ты сейчас натворил? Слушай, ну, оказалось так, что этот аппарат, он нежный, как женщина, вот, а не брутальный, как мужчина, и эту женщину мореху калечил. Там была казусная ситуация, что-то пошло не так. Хорошо, какой пистолет подходит для спортивной стрельбы? И чем вообще отличается, скажем, вот я возьму ГЛОК, и я возьму какой-нибудь заточенный по спортивную стрельбу пистолет? Есть определенные дивизионы в нашем спорте, которые подразумевают наличие пистолетов, которые сделаны специально для этого дивизиона. Скажем, если говорить про чисто спортивные пистолеты, здесь мы видим ЧЗ-75, модели стандарт, который у нас идет под IPC дивизион стандарт. То есть этот пистолет, он, в общем, сделан для того, чтобы им пользоваться именно на соревнованиях IPC, стрелять из него в стандартном дивизионе, где, в свою очередь, позволяются расширители магазина, наклейки на затворе, наклейки на рукоятках, что позволяет облегчить, значит, хват при досылании патрона. Он достаточно эргономичный у него, если тут ближе посмотреть, кнопка выброса магазина увеличена также для большего комфорта. А спортсмены сами затачивают, да? Это все наклеечки всякие делают? Наклеечки, да, в основном спортсмены, конечно, клеят сами. Хорошо, вот смотри, мы берем, допустим, Глок и вот этот вот пистолет. В чем у них разница, да, и какое основное отличие, допустим, вот это спортивное, я так понимаю, да, более-то менее спортивное, в чем у них основное вот отличие идет? Ну, основное отличие у них будет, скорее, даже не в спорте, да, это принципиально разные конструкции, да, то есть если мы говорим про ЧЗ, это достаточно известная модель, и у нее множество подражателей и копий, значит, это классический вариант куркового пистолета, курок, это у нас вот эта вот задняя часть, этот молоточек, который у нас взводится. Да, кстати, ребята, я долгое время называл курком спусковой крючок, так что не делайте моих ошибок. То есть нажимать на курок, это делать вот буквально такое движение, к выстрелу оно явно не приводит, поэтому грамотно это движение, которое приводит. Кстати, вот у меня вопрос касаемо курка, почему перед выстрелом на револьвере необходимо взводить курок? Неправда, на самом деле. Для чего это делается? Это делается для облегчения силы выстрела, да, на данном конкретном револьвере у нас есть возможность, значит, у нас двойного и одинарного действия. Есть возможность предварительно взвести курок и произвести спуск, и также есть возможность просто выжимая спуск, произвести... Но вероятность, что выстрел будет менее точный, вот в таком случае, выше... Если умеешь стрелять, на самом деле, конечно, ну, сложнее сделать выстрел самовзводом, но если умеешь стрелять, в общем, наверное, точно будет примерно одинаково. Ну, он вот таким же образом, да? Тот револьвер по-другому не работает. Ему для того, чтобы совершить выстрел, его каждый раз нужно взводить. То есть просто спусковым крючком невозможно? Да, то есть у него... У того револьвера ударно-спусковой механизм одинарного действия, собственно говоря, как на этом пистолете, да, то есть если мы сейчас нажимаем на спуск, я его до конца выбираю, с молотком ничего не происходит. Если мы говорим про пистолет двойного действия, то здесь мы видим вариант и одинарного, и двойного действия. Скажи, вот вы здесь можете делать патроны, правильно? Можем. Можно их продавать? Нет, нельзя, ни в коем случае. Нельзя, да? Почему? Мы делаем эти патроны для собственных нужд. На самом деле, если посмотреть внимательно на эти коробочки, у них есть такая маркировочка ЦИП. Это требуется, во-первых, наличие лицензии на изготовление, патроны. Во-вторых, каждая партия патрона должна проходить специальное тестирование. Какой бывает порох? Я так понимаю, он разделяется на разные категории? Там категории подвидов, сортов и прочего очень много. Ну, понятно, они не по вкусу отличаются. Вот в чем у них основная разница вообще? Наверное, в той энергии, которой они способны передать заряд. Хорошо, я как человек, имеющий базовые навыки с огнестрельным оружием, могу ли я сделать какое-то задание, чтобы это было более-менее прилично. Ну, вне рамок соревнований, пока не обладаешь спортивной лицензией и не являешься членом клуба, то в зачет мы тебя на соревнования можем пустить только на первый уровень. Ну что, ребята, попробуем сделать одно или два каких-то базовых задания вместе с Сергеем? Да легко. Вопрос касаемо стартапа. На начальном этапе мы, как вот говорили, все работают на энтузиазме. Как в людях поддержать энтузиазм? Любой бизнес, он строится на идее, на ведение. Об этом просто нужно чаще говорить. Я сегодня, может быть, немножко жестче стал по отношению к призывам изменить мир, потому что на самом деле никто из нас его не изменит. Могут изменить игроки только с очень большим капиталом. Да, абсолютно верно. Но вот почему-то этот призыв, мы меняем мир к лучшему, производя шнурки, там, растягивающиеся. Все понимают, это маркетинг. Если мы говорим о шнурке, это все маркетинг, это никак не связано. Но тем не менее, в команде это иногда работает и поддерживает оптимизм, энтузиазм. Я за прозрачность всегда. То есть любая информация позитивного характера, она должна приходить в команду сверху вниз всегда, моментально, первым делом. Любая информация негативного характера должна уходить от сотрудника, от партнера тогда только через соучредителя, то есть не оставаться в коллективе. И чем больше мы, ну, скажем, прозрачны, чем... Внутри коллектива. Внутри коллектива. Чем меньше мы удерживаем какой-то информации, тем проще этот энтузиазм поддерживать. И я думаю, то, что нам помогало на определенном этапе, мы праздновали все маленькие победы. Это очень сплочает команду, конечно. Такой тимбилдинг получается мощный. Наверняка у тебя не один проект. Это свой бизнес, это Shippetwise. И я уверен, наверняка есть какие-то еще, какие-то зачатки. Как не потерять вот этот фокус на каждом из них и как не попасть в такую вещь, как расфокусировка, когда ты делаешь много и в итоге не делаешь ничего? Это классный вопрос. И, наверное, вот это занятие, оно самое сложное. То есть, что дисциплинирует календарь, на удивление. То есть, много писать, писать, писать заметки, задания. У меня, я пользуюсь Google календарем. У меня для каждого действия, для каждой сферы свой цвет выделен. И в воскресенье после обеда я сажусь, расписываю следующую неделю. И она у меня получается цветная полосатая. Я просто работаю блоками. И когда блок закончился, я перестаю работать. То есть, когда Google говорит, новая задача, бросается дело, неважно, закончил, не закончил и переходится к следующему. Абсолютно верно. Есть ли срочный какой-то таск, который должен быть вот сейчас выполнен? Как правило, они все срочные. Да, здесь возникает вопрос приоритизации. То есть, срочная, но важная. То есть, кому можно сказать нет, а кому нельзя ни в коем случае. Да, то есть, есть срочные важные, срочные неважные. Есть несрочные важные, несрочные неважные. Последние мы отбрасываем. Предпоследние – это длинная инвестиция. Второе – это то, чем не надо заниматься вообще, делегируй кому-то. И, ну, первое – это то, за что отвечает соучредитель. Ян Таллин, да? Да. Он стал, он был советчиком, потом стал инвестором. Инвестором. Он стал инвестором. Да. Все-таки? Да. Как удалось его привлечь к проекту? Или он сам заинтересовался? Ян Таллин – это сооснователь компании Skype. Сегодня это такая очень значимая фигура в мире искусственного интеллекта. То есть он финансирует несколько проектов, связанных с проблемой сингулярити. То есть, в принципе, весь его фокус уходит, как бы это банально не звучало, на защиту человечества от искусственного интеллекта. Поэтому тот отрезочек времени, который он вообще в состоянии посвящать чему-либо вне этого, он очень мал. И те советы, за которыми мы к нему обращались, они, как правило, были такие более глобальные. То есть он не фокусировался конкретно на каких-то наших текущих задачах. Как мы к нему пришли? Очень просто. Написали. Сколько, какую долю отдают в таком случае советнику? Наверное, зависит от качества советника и от того, сколько… Есть же какие-то пределы. Никто не отдаст там 50%, правильно? Конечно, конечно. Наверное, сходу так за… Есть, если загуглить, есть конкретные таблицы, которые подсказывают нам за что и сколько. То есть сколько часов в месяц, в год этот человек посвящает твоему проекту. И еще важнее, какие двери он для тебя открывает. Есть, кстати, отличная книга «Слайсинг депай». Вот «Слайсинг депай» — это книга одного известного автора, который как раз пишет о том, как правильно этот пирог отделить. Хорошо, Александр, вот если мы заговорили про книги, скажи три самых таких книг, которые тебе зашли в этом, ну и в том году, например. Книга, которая абсолютно поменяла мое мировоззрение в прошлом году, это «Zero to One». Я думаю, что любой начинающий предприниматель должен ее прочитать. Если ты являешься учредителем компании, то книга Бена Хоровитца «Hard thing about hard things». Бен Хоровитц — один из самых успешных инвесторов Силиконовой долины. И эта книга, она настолько прямолинейная и честная, коробит, но ты понимаешь, что это правда. И если действовать согласно этой книге, то ты просто аннигилируешь кучу проблем для себя. Третья книга, их даже две на самом деле, от одного автора, Рольф Добелли, «The art of the good life». Замечательная книга, я ее закончил пару дней назад. И до этого я прочел его книгу «The art of thinking clearly». Прелесть. 52 короткие главы, которые настолько устаканивают сознание и понятия, что после этого ты понимаешь всю эту чушь, связанную, я не знаю, с черными кошками. Да-да-да, это ужас вообще, эти приметы. Да-да-да. Что нам забивали в детстве и вообще. Ну что, ребята, я думаю, за такой полезный список литературы можно поставить как минимум лайк. Этот список я оставлю внизу в описании, так что переходите вниз, смотрите и читайте. Книги — это самый лучший инструмент для самообразования. Вот мы тоже отошли к вот этому всему, приметы, суеверия и так далее, то, что нам давали неправильную базу. Ты родился в Советском Союзе. Правда. В какой стране? Я родился в городе Героя Перну. Ну, то есть, в принципе, в Эстонии. Да, в Эстонии. Потрепало вот это советское воспитание, как и всех остальных. Правда. Как ты себя перестроил от вот этого… Это все-таки неправильное мышление. То, что нам давали, это просто дорога в некуда. Как тебе удалось себя перестроить? Ну, знаешь, во-первых, наверное, я никогда не боялся много работать. То есть, для меня никогда не являлось проблемой работать без отпуска. Если до конца признаться, я работал без отпуска до 36 лет. Вообще? Вообще. То есть, для меня, даже когда мы строили наш семейный бизнес, отпуск это был… Вот мы летели, например, куда-то там на международную выставку в Италию и брали там денек в горы съездить. Согласен, да. Это очень хороший отдых. Да. И поэтому мы никогда как бы не страдали от этого. То есть, если то, чем ты занимаешься, тебе нравится, это не проблема. Ну, в принципе, жизнь была такая насыщенная. Перелеты, поездки. И это как бы разбавляло рутину. Да. И еще один нюанс, наверное, это опять вот, когда мы возвращаемся туда к этому, повезло, да? Да. Мне повезло в браке. То есть, моя жена, когда мы встретились, у нее была мечта. Она хотела выйти замуж, родить детей и не работать. Вот это была мечта, да? Представляешь? Да. Так и получилось. Она закончила с красным дипломом вуз, родился наш первенец, и она осталась дома. То есть, занималась спортом, занималась там какими-то своими хобби. И я помню тот нелепый день, когда я прилетел из Германии, и, знаешь, молодые мужчины, эго, я напечатал визитки, где стояло и имя, ее номер телефона, и ее профессия, супруга Александра. Представляешь? Вот додуматься вообще, да? Отлично. Я положил на стол, как презент, она отключила звук, звука не было несколько дней, и потом, когда звук вернулся, она сказала, я поступила в университет, я буду заканчивать архитектурный, потому что я не хочу быть супругой Александры, я хочу быть кем-то. Ну, то есть, у нее мотивация добиться чего-то в жизни тоже. Да, и сегодня она очень успешный архитектор интерьеров, мы вместе построили серьезный бренд с классными клиентами. Он в Эстонии или он уже становится за пределами тоже? Наша база в Эстонии, но мы работаем по всему миру. Александр, вот ты живешь в Пярну? Да. А как часто ты бываешь в Таллине? Потому что на сегодняшнее интервью, чтобы вы понимали, Александр приехал из Пярну, это 120 километров. Мы можем поставить, кстати, лайк за это, такой подвиг все-таки, приехать на интервью на такую дальнюю дистанцию. Это час сорок пять подкаста, то есть ты спрашивал о привычках, я соорудил себе привычку каждый день читать полчаса полезную литературу и каждый день слушать как минимум один подкаст. И потом это то качественное совместное время, когда мы с женой путешествуем между городами, где мы можем пообщаться вдвоем. Александр, спасибо большое за эту чудесную беседу, потому что я не знаю, как вы, ребята, но я получил удовольствие и масса полезной информации от Александра. Спасибо тебе за приглашение. Вот надеваю наушники, пояс верности одену. Есть у нас такое понятие зону безопасности. Вот она здесь лежит, да, вот в зоне безопасности, которая отмечена каким-то, значит, красным цветом, ты можешь делать что-либо с оружием, но не можешь делать ничего с патронами, с заряженными магазинами и так далее. То есть оружие можно взять в руки здесь, пойдут там, я не знаю, да, то есть вот спусковой механизм у нас активируется вот этой клавишей, на ней есть лепесточек, который нажимается отдельно для безопасности. Если, соответственно, этот лепесточек не прижать, то спуск у нас не функционирует. Вот это что за... Этот рычажок нам позволяет разобрать пистолет до состояния необходимого для его обслуживания, то есть он немножечко придавливается вниз, и после этого у него затвор вот уходит. То есть вся вот эта вот ерунда у нас не ограничена в гражданском обороте пока, но это очень скоро будет. А вот практически все, что я сейчас держу в руках, да, это у нас ствол, патронник и сам затвор, да, вот эти части у нас приобрести можно только с разрешением. Вот такой вот он замечательный, очень простой пистолет, очень грамотный и качественно функционирующий. Так, давай, иди сюда, занимай позишн, неправильное действие, оно ведет обычно к затыканию. То есть вот здесь вас просто его назад и отпустил, да, то есть без вот этих вот там, ау и так далее. Просто спокойно, он нормально ходит, там никакая не бесчеловечная пружина, вот, соответственно, после этого у тебя оружие будет полностью заряженное с патроном в патроннике, это нужно понимать, да. Дальше, как бы, нажатие на спуск приведет к выстрелу, выстрел это, ну, достаточно такой малокомфортный для новичка процесс. Я новичок, кстати, если что. Да, вот операторов у нас на фоне мишени, конечно, не будет, потому что мы... Я думал, он встанет, а так, знаешь, ноги раздвинет, и мы будем по мишени, но не повезет, так не повезет. Нам жалко, нет, у нас есть обязательно угол безопасности, да, то есть... Сколько градусов он составляет? Да, по-разному, в зависимости от ситуации, но по умолчанию 90 градусов влево, 90 градусов по сигналу таймера, достаешь пистолет, разворачиваешься на мишень, выносишь его на мишень, прицеливаешься, после этого палец кладешь на спуск, делаешь два выстрела в одну белую, два выстрела в другую белую, убираешь палец со спуска. Самое удобное, вот, самое комфортное местоположение оружия, вот на уровне глаза, ты его всегда контролируешь, и боковым зрением ты контролируешь, что вокруг происходит. Ну давай, зарядить приготовится, вот, теперь затвор в заднее положение, и там его брось, отлично, оружие полностью заряженное, клади его в кобуру. Так, руки опускаешь вдоль себя, стоишь расслабленно, лицом в сторону мишени, да, вот, ну, тех. Готов? Внимание! Досылай в кобуру. Готов? Готов. Палец со спуска убираешь, направляешь оружие в безопасном направлении, и пошел до следующей мишени. В любом месте на соревнованиях можно делать все, что угодно с патронами. Оружие трогать можно только по команде, и после команды холстер, да, или в кобуру, вынимать оружие ты самостоятельно, без контроля судьи, можешь только в зоне безопасности. Где ты, кстати, не можешь делать ничего с патронами, и именно таким образом мы изолируем одно от другого. Досылай в кобуру. 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 Досылай в кобуру.